Субтитры делал DimaTorzok 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 Англия, нападай на Норвегию, тебе нужно забрать ТЦ-шку в Норвегии. И Копенгаген лучше бы забрать тоже. Субтитры делал DimaTorzok 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 Португалия Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Если бы сейчас у меня не было займов О да, возможно я бы собрал большую армию Договорился бы с кем-нибудь И попытался напасть на Швецию Которой сейчас нет союза с Тектоном Но видимо не судьба Если Швед нападет сейчас Ну в общем-то без разницы на кого бы он не напал Я не смогу защитить Слезно бесполезные Слезно бесполезные Да, абсолютно бесполезные Задания как обычно Да, насколько я не владею Так что и Смоленским тоже не владею Так что скорее всего здесь у меня ничего не будет Боярь у меня Хм Ищи дороги Хм 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 Но все еще ничего не происходит Да, такая вот сетевая игра Сетевая игра, в которой не происходит ничего С займами мы не можем ничего делать Хм Хм Так, как я и говорил Да, Золотая Орда напала на путь Все правильно делает И что самое интересное Видимо, по всей Со всей очевидностью могу сказать, что Ни Осман, ни Золотая Орда, ни Ирак, ни Нага не испытывают никаких трудностей с вот этой территорией Золотая Орда расширяется туда Нага расширяется туда Ирак расширяется туда И Осман расширяется на Запад Такие дела Несмотря на то, что с Османом я вел долгие переговоры Предлагала Ему и Крым И И Астрахань даже целиком предлагала Все равно он не захотел 3.24 Потому что Искусственный интеллект перенес купца в Новгород Я не открывал карту, не заметил этого Отправляем его обратно Поднеправлять торговое влияние Из Новгорода Купца отправляем в Казани И смотрим, как изменится деньги 3.24 Смотрим Ну, полдукат Поднеправляем Ну, а что делать с БРами, абсолютно не ясно С таким С таким Визерным доходом Вангель заключает Перемирие Скармливает Ну, все правильно Ну, все правильно Скармливая Шарпандии Мастер Зачем Зачем Докумать Паузу Ребята А у вас нет денег Где Московия Мы Московию Мы можем в Рязани дать Если тебе это как-то поможет Потому что я вижу только их Не, я вижу Нагайцев И все Что, Московия как-то там приезжали? Я помог Московия ждет, когда закончится перемирие Перемирие закончится в 87 году Одновременно и со Швецией И с Золотой Ордой Ну, вы знаете, что дальше будет Короче, Московия сама слилась И Польшу ее с собой вытянула Ну, категоричный такой, знаешь Учитывая, что... Ну, ладно Может быть и так Так я хотел привести аргумент А ты такой Блин, возможно и так Ну, на самом деле Видно как бы Как мы решали нападать Как мы решали обороняться А Я сама в любом случае хотел Как бы Кусочек от Польши На Торна мы не напали Потому что, ну Не успели просто-напросто Так как у вас там Вообще Что у вас происходит? Мы не видим ничего? Скажите Ну, я сейчас просто стою Я стою и ничего не делаю У меня Полторы тысячи займов Оу Да, у Польши немножко Немножко получше с займами Но, в целом То же самое А с войском чём? Ну, в Польше Её войско ноль Проблема Вообще ноль То есть нет ни одной Ни одной тысячи Офигеть Ну, он Он так быстрее расплатится 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 С займами Совсем капельку быстрее А долго у вас еще применяется? А сколько будет там? Ну, до 87-го года, 7 лет еще. После этого опять война от двух сторон и все плохо. Потому что если бы я займы выплатил, то там можно было бы нанять армию и повоевать. Так бесполезно. Я немножко просто не понимаю действий вообще европейских стран. Им вообще абсолютно наплевать на всю Восточную Европу. Наплевать на Османа, наплевать на Шведов, наплевать на инфекционский орден. Это довольно не смешно. Потому что, ну, не Австрия друг, я так понимаю, Османа, да? Не знаю. Или как это получилось? Та же Австрия, которая... Ну, понимаешь, у них там просто своя заруба была? Ну, вот сейчас вот у Англии, например, зарубы нет. А если бы я, Дания и Англия напали... Ну, Дания это не Европ, он просто не в союзе. И Памеране еще, кстати, тоже. Напали бы на Шведов, а Швед бы развалился. Потому что у Швеции сейчас нет союза, понимаешь? А у Тортика? Нет, у Тортика тоже нет союза, но... Ну, вроде как они не очень такие друзья. Разорвали союз. Ну, что за тебя скручиваются? Тебе, ну, что ли, Атаман, по-моему, в Золотой Орде? Ну, Китай, в общем, давал ей субсидии, а Осман вступался как защитник веры. Два раза подряд. А так можно? Да. Блин. А сколько Нагайцев поисков? Ммм? Сколько Нагайцев поисков? В Нагайцах? Ох, ну, я думаю, около двадцатки. Так я понял, что, типа, Золотая Орда, Нагайцев это 36 миллионов. Не, Золотая Орда армия уже под 60. Я вот здесь? Да. Можешь в Нижний Бронейский спуститься? Еще один. Говорю, можешь в Нижний Бронейский спуститься? Ну, сейчас спустим. Давай. У Золотой Орды три вассала, у каждого примерно по 13 тысяч армии. У Золотой Орды три вассала, запорожская сечь по локскере сзади. И у каждого вассала примерно по 15 тысяч рекордов. Ну, в смысле, не рекордов, а обойск. Плюс около 20-30 у Орды. Ну, это тяжело. Да, мне, конечно, тяжело. Да, ну, мне просто интересно, что будет, когда Золотая Орда встретится со Швецией. Естественно, Швеция тут, наверное, проиграет. Ну, я почти уверен в этом. Что будет, когда пересекутся интересы Османы из Золотой Орды? Это будет интересно, на самом деле. А как у них пересекутся интересы? Ну, рано или поздно такое будет. Ну, я уверен, что не будет, что брать эти танцы игры. Сто процентов. Типа, будет прийти в Европу. А вот эта Европа сейчас создала такое, что Граната 100%. По секунду, когда придется Атаману, тоже будет подпиливать. Ну, я не знаю, будет интересно. А кто упадет только что? Да это мы. О, жаба, здорова. Да, я вот тут слушаю диалоги и размышления, и посмотрим, в итоге оправдаются ли они или нет. Но Московия, да, в текущую ситуацию очень верно описала. Ну, там Москва, на самом деле, очень тяжело. Я послушал, как сплакнул. Да. Да. Если в Западной Европе силы примерно равны, то есть где-то качество, где-то количество, то в Восточной Европе практически однозначно определились, ну, объекты уничтожения. Как Персия попала под рожен в мясорубку, так и Польша с Литвой и Московия сейчас без союзников. Так, Адерина, Персию же распилилили? А на Персию Магай напал, да? Или что? На Персию Османская империя, Ирак точнее, под поддержкой Османская империя, на Галиции. А Швеция сейчас цель коалиции. Я уже сколько раз говорил, и Англии, и другим европейским странам, мол, Швеция под ударом, давайте, ребят, у нее восстание, у нее коалиция сейчас. Вступайте и нападайте, все хорошо. Но нет. Никто не хочет обращать внимание на Восточную Европу. Ну, это нужно только Англии и Тевтонском ордену, остальным это не нужно. Ну, у Тевтонского ордена сейчас перемирие со Швецией, кстати, до 83-го года. Ну, Кёльн еще может что-то там требовать. Не, Кёльн сейчас ничего не может, честно говоря, ну, такая страна, тоже цель коалиция, ему лучше вообще не высовываться. Ну, то-то да. Ты не думал уже, ты не думал уже дружиться с Тортом? Я-то думал с самого начала сдружиться с Тортом, но Торт, видимо, не понимает, когда ему говорят, что, возможно, только один союз, и сейчас у нас с Польшей интерес был в стороне орды. Он нас обиделся и решил открывать нас в спину, причем дважды. Ну, сначала, когда мы воевали с ордой, а потом вот сейчас, когда мы проиграли. Ну, в принципе, все правильно сделал. Тут особо не скажешь ничего. Ну, мужик, я на самом деле за тебя, потому что... Ну, уже поздно, уже поздно. Есть мина на субсидии, поэтому и враги, в любом случае, так что... Уже слишком поздно. Кто? Да это уже понятно. Жалко. А ты не думал? Ты тут еще? Да, я тут, конечно, а куда идти? Не думал... О том, чтобы сейчас провести какую-то революционную компанию, там, с Австрией поговорить, с... ты же Францией. Ты не поверишь, но пробовал, но... Я тебе говорю, всем без разницы. У всех очень свои напряженные отношения. У всех все очень плохо. На самом деле, сейчас мне все равно делать нечего, поэтому я еще раз пройду по ребяткам. Витя уже ушел, так понимаю, да? Он подсушен, да? Ну, ну что? Ну да. Субтитры сделал. Что теперь сейчас Афганистану проигрывает? Перемирие. Да, это перемирие не было по одной зрительству. Его не было. Австрия, это идет. Даже перемирие не было будет иметь меньшее значение, чем в Афганистане в итоге. Австрия, как с дела со Смаром? Что это перемирие? Да никак, вроде. Он босс не захватывает. А с Польши? С Польшей мы, вроде, в союзе хотели, если я буду в следующую партию играть. Угу? С Польшей мы хотели в союзе, если я буду играть в следующую партию. Угу. Давай. 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 На кого направить? Ишка. То, что Осман может напасть. Я ни к чему не везу. Слушай, Австрия, а может такое быть, что если сейчас, например, у нас будет через 20 лет два союза, можешь помочь мне, например, вместе с Польшей против Торны и Швеции? Блин, ну если я буду в следующей партии? Ну нет, и в этой партии имею в виду. А, если в этой партии? Ну, а что ещё делать? Я за Шведом. Ну, у меня интересы вообще не пересекать. Стили чистыми 25 лет. А, Швед, сделай, пожалуйста, микрофон погромче. Слушайте меня. Он не может. В 82-м мы воюем как-то, вы помните? Уже один год остался. Слушай, Балару. А, Швед, просто я с тобой договаривался, ещё точнее, я и Польша в самом начале, что, типа, мы будем вместе союзиться до начала партии. Ну, я понял, насколько сильно ты помнишь. Ага, то есть не на Техтонский орден, на который можно было бы напасть. И как раз-таки твои интересы учитывалось. Причём, даже больше, чем Новгород. И... Я с Техтоном много не войну. Забыл, что ли? Кроме Данцига. Всё твоё было. По договору, то, что мы тебе предлагали. Ну, в общем, ты не помнишь, я понял. Вы хотели сделать Швецию, она будет, типа, властвовать над Балканами? Вот так хотели её сделать? Над Балтикой. Балтикой, да. Балканы, Балтика. Балканы, Балтика. Балканы, Балтика. Балканы, Балканы, Балканы. Я просто сейчас о войне думал. Я трудно за техами гоняться. Ну, просто в рамках, скажем так, в рамках многополярного мира, который, ну, предлагает, да, механика союза ограниченная, была идея сделать союз на троих. Швеция, Польша и Московия. Потом, конечно, ещё и Торна тоже, ну, думали брать, ну, размышляли на разные темы. Но в итоге всё решили за нас, потому что союза только два, а мы оказались очень сладко расположены, так знаешь, между Золотой Ордой и вот этими ребятами. Я думаю, у вас была бы другая ситуация, если бы ты смог с Польшей тогда обыграть Золотую Орду. А, что мы попадаем? Тогда, тогда Османская империя вступилась. На самом деле, Османская империя тут, на самом деле, наверное, основной войны. Подождите, я заключаю мир. Не, я не про прошлую войну, а я про Пермь и битву за А, ну да, вполне могло быть по-другому. Ну, мы тогда просто не оставили по одной тысяче в Муроме и Алатере, чтобы, что называется, перекрыть, да, и в Нижнем Новгороде тоже. Мы сразу, точнее, Польша там не оставила. Она напала на Галич, в Галич мы ещё и проиграли, всё было плохо. А до Перми я просто не успел дойти. Слушай, московик тебе идут. Кто ко мне идёт? Посмотри. А. Я могу, брат, после Львана уходить? Обязательно мы примем тебя, брат. Если ты готов, ради Аллаха, на всё. Угу. У меня в июле присоединяется Венеция. Следовательно, у меня появится флот и ещё пять тысяч. Неплохо. Блин, ребят. Походу, Османа не будет в этой войне. К чему? Не знаю. Спросить её. Может, тогда вообще воевать не будем? Даже не знаю. Да. Всё, я против меня почти все с революбом. Ну, Вол, вот ты по его его. Я же говорил, осторожней над чё? Ну, по сути, они не будут меня нападать, до того, как я до следующего года не вернусь. Ну, не факт. Они на тебя не нападают, потому что у тебя союзник. А ты чё в швеции напала? Ты чё? Я откажусь. Я на горячую. Если я соглашусь с ним, то я отклонюсь. Ну, а я для чего тебе предлагал союз? А ты вот взял и отклонил его. Влад, давай сюда, Союз. Слышишь, Влад, я отклоню. Я понял. Предлагай. Позди сейчас кое-что с дипломатией. Флоренция. Флоренция, гарантия нужна или нет? Ладно, пока оставлю. Как же быть. Что? Да, китай. Сам китай. Тридцать тысяч. Я нашёл выход из окружения. Я как стервятник на жареное, видя войну. Мне интересно, что будут делать остальные. Война с кем интереснее воюет? Ого! Ты же флот есть? Флота нету. А, Кёльн, ты сейчас помогаешь Швеции, да, что ли, хочешь? Нет, я не помогаю. У меня есть пять корабликов, я сейчас перевожу его. Точнее. Сейчас перевожу. А, у тебя флот на 10, ты контролируешь или как? Ты сейчас сливаешь 7 корабликов. 7 кораблей сиваешься внутри. А, Франция. А почему ты это помогаешь, ё-моё? Швеция? Да. А у нас с ним всегда будет действовать взаимопомощь. Как бы мы с Австрией и Швецией и заключались? Хотя против отманов можно коалицию создать. В игре прямо. А что тебя не понравит в Москве? Оставь одну тысячу и отсыди провинцию обратно. Я думаю, в Москве всё устраивает. В Москве сейчас пахнет вкусненько. Играет Саботон. Всё очень весело, всё очень громко и пора пойти в вабанг. Астрид, ты пойдёшь на Абаден? Нууууууууу. Да если эта война не будет стать в Тостилию снова, то в принципе можно. а как в лоранте я слышу меня больше никто не дает проход войск только по морю чё нет она мне ненавидит можно мне пожалуйста польшу в отдельный канал ведь организовать хорошо нивер тоже не дает давай в сетевую больше сколько у тебя денег из польши еще раз можно те плохо слышно очень а сколько доход слушай можешь короче дать вообще все деньги которые тебе сейчас есть я хочу сделать одну очень большую глупую вещь но делать больше нечего ну или не хочу даже не знаю ты решаешь напасть на швецию или нет да через перемирие но чё-то чё-то коалиция какая-то там такая ватная ну наблюдай-наблюдай что-то Но Кёрн ещё жив, что удивительно, да, Кёрн ещё жив, но он сразу, видимо, погиб. А можно, пожалуйста, сюда Торна ещё? Сейчас. Торн, ты не думаешь, что пора напасть на Шведа? Сфига ли мне на него падать не хочу, у меня нет ни рекрута, ничего, я сейчас... Да у меня тоже, но у Шведа сейчас ещё хуже с рекрутом, чем у нас. Ну я верю, но я сейчас не могу. Я за... у тебя год переняли. Подождите, подождите, так, Швеция тут. Да, ну на помощь. Ещё, я говорю, я уже одному сказал и второму говорю, у меня сейчас нет ни рекрута, ничего, у меня всего 10 кап фактически. В войск. То есть, если я сейчас даже вступлю в войну, мне там просто на поста нечего делать, они меня разнесут. У них там 25к бегает, по 30к я, ну, ничего не сделал, мне не надо построить. Ну, такие дела. Давайте держитесь, вы сможете. Кораблями глотите. Я не могу, они где-то подплюгнуты, грань, я дали, я не видел. Попросил игры, по-моему. Я... я верю в вас. Кораблями, пошли в отдельный канал, поговорим. Ну, вы уже в отдельном канале, подожди. Мне вообще надо в отдельном, а в один в один. Один в один? Да. Ну, сейчас передам им. Ну, сейчас передам им. Нас DD. Субтитры делал DimaTorzok 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 Что, Фал? Субтитры делал DimaTorzok 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 КИКККВЕР А больше все еще тут? Все, Австрияку я сказал но француз... Француз вам не по барабану А... Что? Ну, окей Может... ...дай, пожалуйста Если, ну... Ты, вот, увидишь австрийские армии Говори мне, я разберусь Мг, спасибо А Meaning Как можешь все деньги, которые у тебя есть, мне дать, Польша? У меня нет денег, у меня сейчас два займа. Я не могу давать деньги, у меня два займа. Ты видишь мои войска? Охол. А? Ты мои войска видишь? Это кто говорит сейчас? Это говорит Польша. А, Польша? Ну так у тебя нет войск, значит у тебя есть деньги. Вот, мне до 85-го года надо пополнить они. А? Я не могу. Я не могу. А ну, ты мне пешешь. А? А? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...